Здравствуйте! Мы находимся в музее Вадима Сидура, который находится на окраине Москвы, в районе Перова. Но, несмотря на это, я считаю его одним из интереснейших музеев города Москвы. Это музей скульптора, который умер в 1986 году, наиболее известного и выдающегося скульптора нашей страны. И существование этого музея было возможно только потому, что в нашей стране началась перестройка, потому что творчество этого скульптора было, в общем-то, запрещено. Все, что он делал, в нашей стране, ну, может быть, знали только друзья, близкие, которые приходили в его мастерскую, люди, с которыми он дружил. При жизни у него не было ни единой выставки, хотя в Германии, во Франции проходили его выставки, устанавливались памятники по его работам. И только в 1987 году, уже после его смерти, стало возможно показать его работы в нашей стране, советскому, тогда еще не российскому, советскому зрителю, что было очень важно. И первая его выставка, общедоступная, открылась в этом зале, которая, в общем-то, потом и превратилась в Московский государственный музей Вадима Сидура. Его работы, на самом деле, очень эмоциональные. Начинал он как обычный советский скульптор и учился как советский скульптор. Но потом, в какое-то время, в какой-то момент, когда он писал, что скульптура должна изображать внутреннее состояние человека, он стал работать над формой. В результате, вот, у него получилось все, что мы сейчас видим вокруг. Все его работы очень динамичны, очень эмоциональны. И, к нашему счастью, уже и в нашей стране были установлены памятники по его работам. Правда, к сожалению, после его смерти один находится недалеко от музея, а второй в царском селе, по-другому, Петербургу. А все начиналось достаточно энтузиазмом близких и родственников, которые притащили сюда скульптуры, поставили какие-то станки и запустили народ. И вот с этой выставки начался, в общем-то, Московский государственный музей Вадима Сидура. Кроме работы Сидура, наш музей занимается и работами других художников, которые близки ему по духу и, в общем-то, по мироощущению. Ну, это такие скульпторы и художники, как Слепша, Берлин, Ларри. И есть еще одно направление работы музея – это поэтические музыкальные вечера и фестивали поэтические. Дело в том, что мастерские неофициальных скульпторов в советское время – это были некие такие центры притяжения и культуры, где собирались авангардные левые писатели, поэты, художники. И, в общем-то, эту атмосферу вот этих мастерских левых скульпторов мы хотели передать нашему музею. Поэтому у нас здесь очень много современной поэтии и современной музыки. Ну, и мне хотелось бы немножко просто поговорить о работах и показать какие-то определенные работы. Дело в том, что начинал он делать работы в реалистическом стиле. И если мы подойдем к этим работам, то, наверное, можно как-то на них посмотреть и поговорить о них. Вадим Сидур попал на фронт 18 лет. А в 19 лет стал инвалидом войны. Собственно говоря, когда он поехал в Москву для лечения, первое, что его поразило в Москве – это то, что не замечали люди, которые в ней жили. Это еще шла война. Но он видел то, чего он не видел на фронте. Это женщины, матери с детьми влюбленные. Он называл это праздником жизни. После грязи, крови, госпиталей и страданий он увидел этот праздник жизни. И первые его работы реалистические. Они пытались показать его восхищение вот этой радостью, этим праздником, теми ночами, которые мы обычно не замечаем. Поэтому его первые работы, и он делал, как его учили. Он учился в Строгновском училище. Совершенно профессиональный скульптор. То, что называется жанровая скульптура. Бесконечное количество девушек, матерей с детьми, влюбленных, девушки на пляже, юноши с девушками на пляже. Но единственное, что его отличало от той принятой общесоветской манеры, в которой, в общем-то, делали скульпторы, он изображал людей таким, какие они есть. Это несколько взгляд импрессиониста. То есть, если это беременная женщина, это не женщина с каким-то идеальным телом. У нее, может быть, какие-то отвисшие груди, там, большие бедра. Какой-нибудь мужчина, лысый, в очках. Единственная выставка, которую он имел в нашей стране, это выставка 1956 года, где он и выставил вот эти вот скульптуры, в которых он отображал свое восхищение, радостью, жизнью, праздником и вообще жизнью. Эта выставка состояла в 1956 году на Кузнецком мосту. Произвела тогда очень большое впечатление, было очень много народа и была раскритикована в прессе. В прессе за то, что там называлась мелкосемья. Более того, там были какие-то совершенно курьезные моменты. У него была выставлена скульптура «Юноша и девушка на пляже». Ну, по тем временам они были очень и очень одеты. Ну, вот очень. Но девушка и юноша положила ножку на ногу. И потом там писали, к чему он зовет советскую молодежь. Ну, а вот одна из скульптур, которая выставлена здесь в музее, «Черная Рита». Посетитель книги отзывов написал «Душа утомилась и сердце разбитое, безумно люблю тебя, черная Рита». То есть на людей это тогда производило какое-то впечатление искренности, свежести. Это был такой художественный термин «искренность». А потом начала меняться манера, начала меняться тема, с которым он приходил. И, в общем-то, я хочу показать работы, которые уже относятся к более трагическому тематике, к той тематике, к которой он подошел где-то в конце 50-х, начала 60-х годов. И с этой трагической тематикой почему-то начала меняться форма его работы. Где-то в 60-е годы Вадим Сидур отходит от этой реалистической манеры исполнения. Это связано с разными факторами. Но, кстати, один из факторов то, что в 61-м году у него был первый инфаркт. Ему было 36 лет, и он заработал первый инфаркт. И вот тогда он писал свои дневники, как я боюсь, что я могу не успеть. У него начались какие-то бешеные эксперименты с формой. И, как ни странно, вдруг в его жизнерадостных работах появилась трагическая нотка. Начали выходить воспоминания войны, госпиталей, а дальше размышления вообще о судьбах человечества, о судьбах человечества, которые могут погибнуть из-за собственной глупости, из-за экспериментов. Насчет формы он писал в дневниках, что я хочу свести скульптуру к символу, к знаку, к формуле. У него даже, кстати, так одна скульптура называется – формула скорби. То есть убираются все лишние детали, остается какая-то сущность очень эмоциональная. Как мне тут дети говорили, а где же пятки? Вот нет пяток, остается формула скорби или такая работа, как отчаяние, крик. То есть изображаются обнаженные эмоции. И появляется какой-то очень большой цикл инвалиды. Причем инвалиды – это именно военные воспоминания. Причем инвалиды совершенно разные. Там инвалид с палкой, просто инвалид, группа инвалидов, инвалид с беременной женой. Потом совершенно иногда появляются страшные работы. Это человек с оторванной челюстью, это люди, которых он видел в госпитале, когда лежал после ранения. Такое впечатление, что в 60-е годы на него он выводит из себя вот эти военные травматические воспоминания посредством скульптуры и графики. Но при этом вырабатывается достаточно четкий, узнаваемый язык, очень лаконичный и очень динамичный. Эти работы Сидура, вот циклы инвалиды, циклы памятники, они как-то вот как его фирменный знак. Их узнают очень много. Работа из цикла памятников. Самое интересное, что они создавались в маленьком размере, где-то порядка 20-30 сантиметров. Абсолютно он никогда не думал, что они будут где-то установлены, но судьба сложилась так, что они практически все установлены. Конечно, большая часть в Германии, но две и в нашей стране. Вот этот вот лаконичный стиль, в котором он где-то в 70-е годы доходит до совершенства в этом стиле и создает совершенно разные работы, многие являются фирменными знаками, там памятник погибшему от насилия, это, собственно говоря, эмблема общества и мемориал. Какой-нибудь взывающий, это тоже эмблема общества и мемориала, а памятник погибшему от насилия очень часто за границей, когда созываются какие-то совещания или вовсвященные правам человека, там вдруг мы смотрим, изображена вот эта скульптура. Но у него все идет параллельно. Он создает вот этот свой узнаваемый фирменный стиль. В 70-е годы он пишет стихи, он пишет романы, он снимает фильм. Это человек, которым, в общем-то, я могу сравнить по разнообразию деятельности и смене манеры стиля только с одним художником, наверное, Пабло Пикассо. Вообще-то обычные художники, вырабатывая свою манеру узнаваемую, создавая свой какой-то собственный мир, они вот в этой манере останавливаются. У Сидора несколько раз в жизни была четкая смена формальных стилей в работе. И при этом это все равно художник, который узнается. Он даже писал, я хочу, чтобы узнавали не мою манеру, а мой мир. Он создает вот этот вот мир, и темы продолжаются в другом материале, с другой манерой, немножко с другой. Но это все время темы очень философские, а не обобщающие. И в результате он приходит к совершенно вершине какого-то своего творчества, которое он считает, которое он называет групп-арт. И создает философию групп-арта. И при этом, я говорю, пишет стихи. И вот одно из стихотворений, называется так же, как скульптура взывающая, это, собственно говоря, стихотворение о художнике, вообще о художнике, о художнике с большой буквы. Он пишет, я раздавлен непомерной тяжестью ответственности, никем на меня не возложенной. Ничего не могу предложить человечеству без спасения. Остается застыть, превратиться в бронзовую скульптуру и стать навсегда безмолвно вызывающим. То есть художник, он может только кричать, может только предупреждать. Больше он не может ничего. На самом деле, у Сидора, как у всякого большого художника, были две основные темы его творчества. Это жизнь и смерть. Причем такие темы всеобъемлющие. Жизнь – это и семья, и любовь, очень много эротики, очень много нежных работ, материнства. Эротичная работа, кстати, тоже очень нежная. Несмотря на то, что там эротика, там всегда присутствует какой-то элемент духовной близости, любви и взаимопонимания. А в смерть входит именно насилие человека над человеком. В общем-то, как человек, который прошел войну, он потом не принимал насилие в любом виде. Вообще не воспринимал. Он создает памятник погибшим от насилия, он создает памятник оставшимся без погребения. И потом у него вырабатывается какая-то некоторая философская концепция. Он говорит, что будет, если. Что будет, если случится ядерная война? Что будет, если случится какая-то биологическая катастрофа, химическая катастрофа? И вот это «что будет, если» сначала его приводит к созданию скульптуры, называется «после экспериментов». То есть именно эксперименты. Эксперименты человека над природой, над землей. А потом дальше приводит к целому направлению его творчества, где меняется его манера изображения и тот материал, с которым он работает. Но при этом, если смотреть на его работы, это вовсе не значит, что этот человек, который делал только какие-то трагические, страшные работы и только размышлял о судьбе земли и человечества. У него очень много нежных, эротичных и даже юмористических работ, в которых он восхищается женщиной и какой-то отношением с женщиной-мужчиной, просто юными девушками. Иногда это работы, ну, просто даже смешные. Вот я сейчас стою около работы, которая называется «Цикл праздник». Если вы обратите внимание, например, вот эта работа называется «Любители пива». Там сидят люди, у которых головы и пивные кружки примерно одно и то же. А работы, которые посвящены трагической теме, их очень много, действительно очень много. Это работы, которые все время показывают, что человек может делать сам с собой. Он даже писал, что человечество не доросло до тех игрушек, которым в руки дала наука и техника. Его работа после эксперимента, то есть циклопрепараты, он мечтал увидеть в качестве музея человеческой другости, в которой находились бы те смертельные игрушки и те последствия этих смертельных игр, которые играло человечество, которое, в общем-то, могло довести себя до уничтожения. То есть эта тема его ужасно беспокоила. У него даже есть опять же такое стихотворение «Все умрут, никто не воскреснет, только лето вернется, если войны не будет». И вот меня все-таки спрашивают, почему лето вернется, если войны не будет. А вот если в 70-е годы кто-то жил, то помнит, как там все обсуждали «Ядерная война», а потом, после «Ядерной войны», так называемая «Ядерная зима». То есть лето не будет. И вот у него лето вернется, если войны не будет. Где-то в конце 60-х, начало 70-х годов Ситур опять резко меняет манеру исполнения и создает цикл работ, который потом он называет «гроб-артом». Во-первых, это работы, которые представляют из себя некие коллажи, составленные из уже каких-то готовых деталей, которые, в общем-то, он находил на свалке и на помойке. У него даже была какая-то фраза, что когда ко мне пришли в мастерскую сантехники, меняли трубы и потом бросили эти трубы на полу, я долго смотрела на них, и мне оставалось только полюбить эти трубы, как самих себя, а потом он создает из них скульптуры. Но при этом у него еще появляется новая какая-то совершенно навязчивая идея. Я уже начинала говорить, что будет есть. И вот он пишет, что если случится некая катастрофа, наша планета превратится в летящий в космическом пространстве гроб. Там не будет людей, там будут гроб-люди, остатки человеческой цивилизации. Он создает такой цикл «гроб-арт». Он так и называет гроб-арт. Вот есть оп-арт, оптическое искусство, поп-арт, популярное искусство, а он создает гроб-арт. Это пять скульптур. Гроб-мужчина, гроб-женщина, гроб-девушка, гроб-дитя и автопортрет-гробу. Здесь у нас в музее две работы из этого цикла. И в этих деревянных ящиках подобие гробов лежат подобия действительно человеческих тел. Но это очень странных тел. Это вроде бы остатки людей, а вроде бы остатки каких-то мутантов. Кстати, тему мутации его тоже ужасно интересовало. У него есть цикл и гравюр, и рисунков, мутации, мутация-1, и работы в металле тоже. То есть вот эти эксперименты над землей, над природой, над человеком, они могут прийти к тому, что будут уже не люди, а мутанты, или вообще человеческая цивилизация погибнет. И вот эти работы, гроб-арт, к ним примыкают работы пророки, железные пророки. Это очень интересно, потому что на самом деле все пророки, которых мы привыкли представлять в виде каких-то умудреных, прекрасных мужчин, призывающих к добру, к любви и к какому-то взаимопониманию, к каким-то высоким истинам, у него превращается в совершенно страшных железных монстров с достаточно агрессивными сексуальными символами. И это лже-пророки. Он создает лики. Слово «лик» мы знаем, что это «лика» принадлежит к иконам, а у него это иконы XX века. У него лже-пророки, лже-иконы, и вот эти вот гроб-люди. И, собственно говоря, вот эти лже-пророки, лже-иконы мы видели даже на наших глазах, когда создавались какие-то секты, проходили какие-то кумиры совершенно непонятные, и толку народа, в общем-то, устремлялись, бросая свои семьи, бросая свою жизнь, в общем-то, увлекаясь на какие-то странные идеи. Один из пророков у Сидура, это вообще очень странный пророк, у него голова из радиатора, а на груди якобы фигурка Христа. Да, это вот если вспомнить роман Орвелла, там все наоборот, «Мир и есть война», да, говорили. И у него эти пророки, как будто тебя, играя какими-то христианскими доктринами, ценностями, призывают совершенно к другому. То есть это некое отражение вот этого хаоса XX века, который, в общем-то, по сути дела, переплыл и в XXI. Ну, есть такой пророк, который держит в руке мячик, и железными улыбками называется «Пророк улыбка века». Как будто жонглирует на пальце, то ли земным шаром, то ли отвлекает наше внимание. И, в общем-то, мне напоминает это картину Брегеля, когда там один иллюзионист показывает фокус, и стоят зеваки, раскрыв рот, и смотрят на его фокус, а в это время его падельник очищает им карманы. И вот эти вот работы, вот «Групп арт» он считал самым высоким то, чего он сделал в скульптуре. Но потом вдруг резко опять все меняется. В 80-е годы опять резко меняется манера, резко меняется исполнение того, что он сделал. Единственное, что вот он опять же писал стихи, у него есть очень длинное стихотворение, посвященное его летнему дому в деревне Алабино. И он там пишет, как он ходил по лесу, нашел там помойки, какие-то остатки моторов, и заканчивается это двумя строками. Я сделал великое дело – очистил лес и создал «Групп арт». В конце 70-х, начало 80-х годов вдруг происходит опять некоторый поворот. От этих коллажей, в общем-то, работ, собранных из остатков каких-то, то, что мы называли второй природой, или там остатки каких-то моторов, деталей. Он вдруг возвращается почти к реалистической работе, то есть к той манере, с которой он начинал. Но переосмысленно и на другом уровне. В свое время, когда его спрашивали, в чем вы видите источность его творчества, он говорил, это римско-греческая архаика, искусство древних акстеков и осирование ломской искусства. Кстати, на отдельных работах это можно проследить. И вдруг он делает две таких работы. Одна называется «Ева на венском стуле», но ее здесь нет, а вторая «Виктор-победитель». Кстати, у Сидуру очень важны названия работы. Вот есть масса художников, для которых названия не важны. Они могут там назвать, это опуск номер 19. У него название «Скульптура» практически входит, как будто это сама скульптура. Вот эта работа называется «Виктор-победитель». Ведь игрослов на самом деле «Виктор» – это имя мужское, которое и означает «победитель». Но при этом он подчеркивает «Виктор-победитель». На самом деле у этой скульптуры сначала, когда в процессе создания было несколько названий. Там был, например, мой друг Виктор Хохрин, сержант морской пехоты. В принципе, это портрет реального человека, с которым он лежал в госпитале. И вот то, что он говорил о римско-греческой архаике, если мы вспомним, то римская скульптура, она героев изображала обнаженных героев. Ну, шлем, может быть, то есть шлем как принадлежность профессии, воина. Он создает вот, в общем-то, в традициях этой римско-греческой архаики, которая до нас дошла, если учитывать, что она дошла на нас все-таки в белом мраморном варианте. Белое тело героя, как бы признак профессии, это его сапог. И при этом мы видим обнаженного голого человека, где тело его не просто искорезно, а как будто по нему проехала вся война с его танками и с его страданиями. К нами беспомощно тянется вот этот обрубок руки. Его лицо, голова забинтованная. Действительно, человек с ним лежал в госпитале, вот так вот. И вот такой воин, победитель. Причем, когда мне спрашивают, это советские солдаты, это совсем не обязательно. Вот он видел бой на победителя любого такого, потому что война оставляет после себя искореженные тела, обрубки, людей без рук, без ног и вот с забинтованными головами. Для него вот всякая война и всякое насилие было преступно. И вот этот Виктор-победитель, это вот апофеоз войны, как у Верещагина есть картина «Апофеоз войны», вот его победитель, апофеоз войны, это то, что остается после любого вооруженного конфликта. Я уже говорила, что темой любого художника является жизнь и смерть, и вот то, что находится в этом зале, это то, что можно, в общем-то, назвать полным жизнью. Здесь очень много работ эротического направления, причем не только в скульптуре, а в акварели. В акварели это особенно видно, потому что это достаточно нежные, красивые, яркие акварели, которые изображают обнаженных мужчин, женщин в каких-то любовных жестах. Здесь работы, посвященные семье. Кстати, это удивительное дело, Сидур все время делал циклами, как будто одна работа не может исчерпать темы. У него есть цикл «семья». Они разные, но в этих работах семья – это всегда что-то очень единое, целое или очень скрепленное, когда там семья – это мать, отец, ребенок, но это то, что нельзя разделить. Что касается работы, посвященных женщинам, ну, до абсурда он любуется. Например, у него есть голова юной девушки, просто такая пустая в той пространстве. Юные девушки очень обижаются, но при этом там, можно сказать, какие-то очень нежные и не сформировавшиеся формы лица. Хотя лица самого нет, есть просто совершенно такая пустая, и, кстати, это шляпная болванка. И видно, что он не зевается над этой юной девушкой. Ну, немножко иронизирует, но при этом любует себя, восхищается ее юностью, нежностью. Кстати, он говорил так, что некрасивых женщин не бывает. Он одному нашему приятелю говорил про его сестру. Вот ты понимаешь, я бы ее нарисовал так, чтобы все видели, что она фламандская красавица. Это белая кожа, эти золотистые волосы, эти пышные формы. То есть это вот взгляд мужчины и взгляд мужчины любующегося. У него есть работа, но, к сожалению, сейчас их тут нельзя увидеть. Мы делаем сменные выставки. Называется «Женское начало». Достаточно много работ, около 20, где он изображает как и женские персонажи, там, девушка с пышной грудью, или там, Ника, так и просто отдельные части женского тела, причем достаточно интимные. Как будто трактат, трактат исследований женщины. И при этом также трактат исследований семьи, трактат исследований отношений матери и ребенка. В культурной форме он пытается исчерпать какую-то тему, хотя темы эти неисчерпаемые, в общем-то, исчерпанию не подаются. Но акварели его действительно безумно красивые. Они разные. Там есть акварели, где завязаны какие-то бедейские тематики, это Адам и Ева. Есть просто мужчины и девушки, мужчины и женщины. Есть даже некие такие мотивы, ну, совсем эротичные, когда только девушки. Но при этом я говорю, что в его эротике все время присутствует какой-то вот очень гуманистический, человеческий момент. То есть это не просто сексуальные отношения, это всегда какая-то духовная близость и взаимопонимание. Но при этом его творчество совершенно не исчерпывалось изобразительным искусством. Я уже сказала, что он написал стихи, эти стихи изданные и продаются в музее, называется «Самая счастливая осень». Это про осень, проведенную в Алабина. Был снят им фильм «Черно-белый немой», который назывался «Памятник современному состоянию». Кстати, так называется одна из его скульптур «Памятник современному состоянию». И Сидурум был написан роман, который назывался так же, как фильм, «Памятник современному состоянию» с подзаголовком «Ми». Причем первую часть этого романа музей издал, и в общем-то в музее можно этот роман приобрести. То есть его творчество совершенно разнообразно, как я вот спрашивала его сына, а почему он музыку не писал? Он говорит, что он бы писал, только слуха не было. То есть вот все, что он мог. Вообще этот художник, у которого никогда не было простоя. То, что он делал, лимитировало его самочувствие. Я уже говорила, что у него первый инфаркт был где-то 36 лет, а умер он от третьего инфаркта. И когда ему не позволяло физическое здоровье работать, а работа скульптур – это тяжелая работа, это камень, значит, сначала он не мог работать с камнем, все равно материалы – это глина, металл. Он делал акварели. Когда он не мог рисовать акварели, потому что рисуя акварели, он рисовал-то до второго инфаркта, потому что сидел в согнутом состоянии. Он начинал работать, писать стихи. Причем у него стихи – это все равно стихи скульптора. Такое слово, что у него все равно было какой материал. Это мог быть камень, глина, металл. Это могло быть слово, потому что они очень объемные и выпуклые. Когда он не мог писать стихи, он снимал фильм. Когда он не снимал фильм, он писал роман. То есть человек, который никогда не знал то, что называется творчество простое. И охватить его творчество, собственно говоря, даже вот этим небольшим музеем невозможно. Поэтому в нашем музее проводятся сменные выставки, очень часто из его же работ, где мы показываем какие-то отдельные направления и отдельные периоды, или тематические какие-то серии из его творчества. Поэтому очень трудно все это рассказать и показать. И особенно, когда в его творчество входит и фильм, и поэзия, и проза. Поэтому я просто бы хотела, чтобы кто-то сюда пришел и посмотрел. И мы были бы рады показать, рассказать более подробно о тех работах, которые, в общем-то, здесь и выставляются, и будут выставляться еще долгие годы. Спасибо. Приглашаю всех на наш музей.